Мы начинаем в этот раз с небольшой преамбулы, которая будет нашим лейтмотивом. В истории политической философии Никола Маккиавелли, тема нашего сегодняшнего исследования, это второй самый большой любитель античности. Второй самый большой традиционалист. Это заявление подтверждается, например, и тем языком, который Маккиавелли использует. Ключевые понятия философии Маккиавелли – фортуна и верту, или то, что мы с вами будем называть случаем и доблестью, или судьбой и доблестью, или даже необходимостью и силой, взятый Маккиавелли из римских авторов. В первую очередь, конечно, из Солюстия. То есть Маккиавелли намеренно адаптирует даже язык, чуждый ему. И я хочу, чтобы вы постарались запомнить это, потому что это будет важно в течение всего нашего сегодняшнего разговора. В прошлый раз мы остановились с вами на создании, или вернее мы говорили с вами о создании новых государств. Но вместо создания новых государств мы пришли к созданию нового образа жизни и остановились на этом. Однако сегодня хотелось бы начать не с того, на чем мы остановились, но с того, с чего мы, собственно, начали. Как я и говорил вам, мы пытаемся сравнить древних и современников, сравнить их сейчас в высшем политическом действии, в основании государства. Однако, когда мы смотрим на современность, то есть на наше с вами время, на конец 20-го, начало 21-го века, нам, в общем-то, не кажется, что мы сталкиваемся с основанием новых государств. Это первичное ощущение оказывается ложным, потому что стоит немного подумать, как можно вспомнить, что в середине, конце 20-го века были организованы целые десятки и десятки новых государств, распадающиеся колониальной империей, на месте нескольких акров земли, и небольшого количества племен с ноля создавали целые государства, которые существуют каким-то образом до сих пор. Почему же мы, начиная с того, что в современности должны быть основаны новые государства, и они были основаны, почему-то приходим к выводу, или, вернее, будет сказать, ощущению, что таких государств основано не было. Почему мы ощущаем, в первую очередь, вторичность? Ответ понятен, потому что они на самом деле вторичны. В этих новых государствах нет ничего нового. Они все редуплицируют одну и ту же модель. Несмотря на то, что формально эта модель им даже не могла бы и подходить. В Саудовской Аравии, где 20 племен раздирают друг друга на части веками, нельзя создать европейского государства. И, тем не менее, оно было создано. В этом смысле все современные, с большой буквы, современные государства выглядят абсолютно одинаково. Они построены по одной и той же модели, даже там, где эта модель неприменима. И эта модель называется национальное государство. Национальное государство, очевидно, противостоит какому-то другому виду государств. Национальное государство противостоит империям. Создателем национального государства, следовательно, является создатель современности. Тот, кто погубил империи. Тот, кто не оставил от них и следа. Когда мы смотрим на современные национальные государства, мы так или иначе пытаемся признать или подсознательно признаем, что это, в первую очередь, государства, имеющие не только под собой одну национальность. Как вы понимаете, это не всегда так или чаще всего не так. Это государства, которые оперируют по определенным принципам. В первую очередь, это попытка достичь безопасности и свободы. Или будет лучше сказать, и точнее сказать, справедливости и свободы. Это государства, которые напрямую, пусть и часто лишь формально, выступают за достижение этих двух ценностей. Простите мне, это ругательное слово. По крайней мере, за достижение внутри себя. Кто же основатель этой идеи? Кто же основатель современности? Всегда есть соблазн сказать, что все современные государства на самом деле просто либеральные государства. И в этом смысле основатель современности, основатель модели либерального государства это Джон Локк. Однако стоит лишь немного взглянуть на Лока, чтобы понять, что за ним стоит куда более страшная и тяжелая фигура. Тенью Лока, тенью, о которой Локк и сам честно признается в своих персональных разговорах, является Томас Гоббс. Томас Гоббс может быть назван основателем современного либерального государства. Но когда мы смотрим на Гоббса, мы обнаруживаем, что и это не так. Гоббс и сам скрыт в чьей-то тени. Гоббс и сам находится в среде, которую он не создал. В среде таких людей, как Бекон или Декарт, например. Все эти люди сами по себе не являются создателями чего-то нового. Они следуют за кем-то. И мы можем сказать, что этот кто-то, конечно же, Никола Маккиавелли. Никола Маккиавелли эксплицитно создатель современного национального государства. Почему? По двум причинам, которые на самом деле могут быть сведены к одной. Никола Маккиавелли открыто выступает за создание первого национального государства. За создание единой Италии. Все остальные европейские государства во времена Маккиавелли движутся по простой траектории, знакомой нам еще со времен старого доброго или нового и злого Маркса. От феодальной раздробленности к абсолютной монархии, к империализму. Лишь Италия по замыслу Маккиавелли должна двигаться не к империализму. Лишь Италия не должна стать империей. Она должна стать единой, единым государством. Более того, Маккиавелли, в отличие от Гоббса и Лока, которые очень часто пытаются закрываться, ссылаться на кого-то другого, писать об их спорах или несогласиях друг с другом, а также и о согласиях, Маккиавелли Первый честно и открыто говорит, что он создатель, создатель новых правил и порядков. Того, что по-итальянски он называет «Modi ed ardi ninovi» – «новые пути и порядки». Заметьте, этот плюрализм, он будет важен в течение всего этого разговора. Конечно, нельзя говорить о Маккиавелли, не говоря о той ситуации, в которой Маккиавелли появляется или существует. Маккиавелли существует в ситуации раздробленной Италии. Его амбиции, как и амбиции всякого сложного человека, находящегося в сложном времени, многослойны, многогранны. Если мы начинаем читать письма Николы Маккиавелли и некоторые его трактаты, мы обнаруживаем, что он хочет лишь одного – хочет занять государственную должность в родной республике. Должность не создателя новых порядков, не дожа, не принца, должность жалкого клерка, секретаря. А в своих самых смелых мечтах Маккиавелли надеется на то, что родная Флоренция назначит его послом в Рим. Это предел его мечтаний. И этому пределу мечтаний никогда не суждено сбыться. Маккиавелли подпадает под определение абсолютного неудачника. Как только он приближается к своей мечте, как только он, например, становится секретарем Венецианского совета при Пьеро Содерини, республика, которой он служит, падает. И приходят Медичи. Маккиавелли подозревают в республиканских связях, его пытают, а затем отправляют в ссылку. И он посвящает остаток жизни попытке снова приладиться к власти, приладиться к Медичи, получить желанную должность. Но когда путем долгих усилий и невероятных трудов он все же приближается к получению должности, Медичи падают. И возвращается республика, которая смотрит на предателей еще более страшными глазами, чем смотрели Медичи. Но Маккиавелли и здесь не оставляет своих попыток снова стать секретарем совета при республике. И, объективно говоря, или лучше будет сказать, анекдотично говоря, умирает ровно от того, что проигрывает выборы и получает отказ. Вся его жизнь в этой мечте провальна. Маккиавелли неудачник. Но это не единственная его мечта. Вторая большая мечта, о которой мы можем говорить, вторая большая амбиция, это, конечно, объединение Италии. Объединение Италии эксплицитно выражено в обоих фундаментальных трудах Маккиавелли. Как в «Государе», так и в рассуждениях о первой докаде Титалии. В «Государе», как вы знаете, призыв к объединению Италии, абсолютно патетичный, пафосный и чуждый всему остальному трактату, возникает в последней, если мне не изменяет память, 26-й его главе, где Маккиавелли говорит о чудесах, которые уже происходят и потому, следовательно, которые еще могут произойти с Италией. Где-то уже выпало манна, где-то уже раступилось море, возможно, пришло время совершить еще одно чудо. В рассуждениях о первой декаде желание или призыв объединить Италию выражен еще более ясно. Там нет главы, посвященной этому призыву, но само название отражает этот призыв. Первая декада Тита-Ливия заканчивается в 292 году до нашей эры, ровно на том моменте, когда римляне побеждают всех италийцев – эквов, вольсков, сомнитов и этрусков. И Италия, наконец-то, становится единой. Но до того момента, в 11-й книге, как начинается Первая Пуническая война и превращение республики в империю. Само название рассуждения о первой декаде, о первых десяти книгах истории Рима от основания города, следовательно, показывает, куда Макеавелли метит, в чем его амбиция. Конечно, это не единственная амбиция, как вы уже знаете, и она далеко не последняя. Когда Макеавелли задает себе вопрос, почему Италия разрознена, он на самом деле задает себе вопрос, почему Италия слаба. Италия разбита на много кусков. На севере находятся богатые и не такие богатые республики. В центре, в Риме, сидит Папа и Папская область, которая на тот момент представляет из себя даже и некоторую военную силу, пусть и небольшую. На юге находятся бесконечные графства. В Италию все время вторгаются то галлы, то гуны, то есть то французы, то немцы. То за одним, то за другим. Немцам нужна корона, французам обычно деньги, но разницы нет. Италия разбита, потому что она слаба. Но если мы смотрим на причину слабости Италии, причину, которую Макеавелли называет открыто, мы видим, что эта причина не такая простая, как нам кажется. Макеавелли уверяет нас не в том, что Италия слаба, а в том, что мир слаб, в том, что народы слабы и государства слабы также. И причина этой слабости одна – христианская вера, христианская церковь. Христианство сделало мир слабым, потому что оно говорит о том, что этот мир ненастоящий. Здесь нечего делать. Подлинная жизнь не здесь, она там. Христианство сделало народы слабыми, потому что люди, которые ориентированы на жизнь там, ничего не собираются делать здесь. Кто бы еще хотел вечной славы, о которой так много говорит Макеавелли вслед за римлянами, когда есть вечная жизнь? Какой в ней смысл? Более того, христианство выдвинуло вперед новое правило и новый порядок. И это, конечно, христианская мораль. Добрый человек – это тот, кто подставляет вторую щеку, а не тот, кто действует. Добрый – это тот, кто склоняет колени, а не тот, кто поднимает меч. Христианство, наконец, сделало и государство слабыми. Италия слаба, потому что церковь хочет играть политическую роль. Церковь хочет быть актором международного права наряду с другими государствами. Но более того, в своей ультимативной амбиции церковь хочет это право создавать, а не ему следовать. Слабость поглотила весь мир. Христианство не просто захватило его, но, захватив, начало разлагаться. Все вещи деградируют неизбежно. И вот уже полторы тысячи лет мы наблюдаем деградацию христианства. Что же делать в этой ситуации, спрашивает себя Макиавелли. Что потеряли люди в результате этой слабости? И Макиавелли отвечает, они потеряли доблесть. То, что он называет вслед за Солюстием, верту. В том, что он называет вслед за римлянами, верту. Что же делать? Что нужно, чтобы спасти мир от слабости? Заметьте, уже не Италию. Амбиция освободить Италию уже осталась в прошлом. В начале рассуждения о первой декаде Тита Ливия Макиавелли открыто говорит, эта книжка написана ради общего блага. Никаких итальянцев в ней нет. Что нужно сделать для того, чтобы спасти мир от слабости? Ну, конечно, нужно понять, а почему он слаб? Но мы уже знаем ответ на этот вопрос. Христианство – причина слабости мира. Но почему? В чем его решающая сила? Решающая сила христианства заключается в очень простой вещи. Оно ориентировано на будущее. Оно обещает всем светлое будущее, которое наступит со стопроцентной неизбежностью для каждого и в ста процентах случаях. Макиавелли, следовательно, должен схватить эту стрелу времени и повернуть ее. Для этого концепции стрелы времени, концепции счастливого будущего, он должен противопоставить другую концепцию. Прямо противоположную концепцию. Концепцию золотого века. Это прекрасно работало бы, но только в одном случае. Если бы Макиавелли просто начал говорить о золотом веке и о прекрасном прошлом, случилось бы слишком много проблем. Проблема номер один заключается в том, что если мир деградирует с самого начала, остановить деградацию невозможно. Христианство не играет никакой роли в разложении и слабости человека. Мир так устроен. От золотого века мы движемся к седым детям, как и обещает нам один из древних поэтов. Поэтому Макиавелли говорит не это. Концепция золотого века будет работать только в том случае, если наши проблемы – это их проблемы. Если древние сталкивались с теми же проблемами, с которыми сталкиваемся и мы, с проблемой слабости, и победили их. Для того, чтобы решить этот пазл, Макиавелли начинает говорить интересные вещи. Он начинает с базовой пропозиции, говоря, все смешанные вещи деградируют. Под смешанными вещами Макиавелли имеет в виду две штуки – республику и религию. Все смешанные вещи деградируют. Но все вещи деградируют точка. Древние Аристотель и Платон знают прекрасно, что режимы переливаются один в другой, деградируя. От изначального царства к тирании, от победы над тиранией в аристократии, в олигархию, от победы над олигархией в демократии, в правление Чарли. Это цикл. Иными словами, Макиавелли, находясь между двух огней, между золотым веком и счастливым будущим, говорит, нет, мы не деградируем, и мы не движемся в одну сторону, в сторону счастливого будущего. Мы находимся в круге, в цикле. Но если это действительно так, тогда в чем проблема? Осталось только недолго подождать, и цикл сменится. Поэтому Макиавелли говорит, этот цикл довольно интересный. Дело в том, что большинство тел не выживают через весь цикл. Если мы основим царство, шанс, что оно вернется в изначальную точку царства, практически нулевой. Все вещи деградируют, они деградируют быстро. Но некоторые вещи деградируют медленнее других. В случае государственных устройств речь идет о смешанных телах. Республики, под которыми Макиавелли, естественно, понимает только две республики, потому что их всего две смешанных, Спарта и Рим, деградируют медленнее остальных. Когда Макиавелли говорит о циклах, однако мы видим, что он говорит не об одном только цикле государственных устройств или религий. Он также имеет в виду и два других цикла. Первый цикл также противостоит идее Золотого века. Это цикл доблести в государствах, цикл доблести в народах. Если бы Макиавелли был простым сторонником идеи Золотого века, все было бы просто. Доблесть исчезает из народов, и мы можем видеть это прекрасно на примере итальянского народа. Где римляне, а где эти жалкие черви, что копошатся сейчас среди великих осколков павшей империи. Но Макиавелли не говорит этого. Вместо этого он говорит, кажется, количество доблести в мире всегда одно и то же. Когда один народ теряет свою доблесть, другой приобретает ее. Это цикл, цикл, который позволяет нам сказать, что если римляне однажды потеряли свою доблесть, они смогут однажды ее вернуть. Следующий большой цикл – это, конечно же, цикл порядков. Древние создали новые порядки, новые правила и порядки. Но эти правила и порядки разложились, они погибли. Мы больше не видим их, они не работают. Мы видим на их месте другие правила и порядки. Христианские правила и порядки. Но это точно так же означает, что так как мы находимся в конце разложения цикла христианских правил и порядков, нас ожидает новый виток. Новые правила и новые порядки. Создателем которых и собирается стать Никола Макиавелли. Для того, чтобы вернуть итальянцам доблесть, говорит Макиавелли, мы должны просто их имитировать. Просто имитировать древних. Никаких проблем с этим нет. Если, конечно, древние – это такие же люди, как мы сами. Но кого же из древних мы должны имитировать? Макиавелли говорит, у нас есть два выбора. Я уже назвал вам их. Спарта и Рим. Но это неравные выборы. Спарта – это единственное в истории человечества счастливое государство. Под счастливым государством Макиавелли имеет в виду государство, которое от одного законодателя получило все свои законы одномоментно. И после этого не изменяло эти законы никогда. Макиавелли говорит, 800 лет спартанцы жили без изменения законов Спарты. Спарта – это счастливое государство, потому что Ликургу удалось достичь двух целей государства – свободы и равенства. Или, говоря языком более простым, нам ближним – свободы и справедливости. Спарта достигла справедливости не полностью, говорит Макиавелли. В Спарте нет политического равенства, но есть экономическое. Спарта имеет, правда, одну небольшую проблему. Так как Спарта была зачита идеально, совершенной и счастливой с самого начала, любое изменение в Спарте означало ее деградацию. Поэтому Спарта никогда не менялась. Она никогда не расширялась. Она все время пыталась остаться на месте. И это, в конце концов, привело ее к гибели. Как только Спарта расширилась, она исчезла. Макиавелли говорит, Спарта и Венеция выглядят как две одинаковые республики с двумя одинаковыми принципами. С другой стороны мы находим Рим. Рим чудовищный. Рим плохой. Рим ужасный. У Рима нет счастья, у него нет прекрасного основателя. Два основателя Рима – Ромул и Нума. Люди, от которых надо было бы держаться подальше всем. Ромул – убийца. Брата-убийца. И несправедливый убийца, как Макиавелли подчеркивает, потому что он убил не только брата, но и честного гражданина собственного города. Нума-лжец. Давая римскому народу законы, Нума-лжет, что встречается с некой русалкой, которая эти законы ему и описывает. Более того, Рим все время находится в состоянии раздрая. Постоянные столкновения между патрициями и плебеями, изгнание царей, почти возвращение царей. Патриции, которые предают Рим и приходят с чужим войском на римскую территорию. Плебеи, которые не хотят воевать и поднимаются на гору, говоря, что они не будут воевать, пока не отменят очередные их долги. Чудовищная несправедливость и несвобода царят в Риме с самого начала. Но Рим оказывается примером. Маккявелли почти ничего не говорит о Спарте. Почему? Он обосновывает свой выбор сомнительным решением. Все вещи разлагаются. Все республики все время разлагаются. Поэтому у республики есть два выбора. Либо куда-то двигаться, то есть постоянно расширяться, либо не двигаться никуда и пытаться сохранить себя такой, какой она появилась. Спарта пыталась сохранить себя такой, какой она появилась. Это путь в никуда. Потому что не существует, как говорит Маккявелли, в мире равновесия. Тот, кто пытается достичь равновесия, неизбежно гибнет. Нужно все время давить на газ. И ребята, которые все время давят на газ, это римляне. Рим все время расширяется. И в этом смысле Рим должен быть примером. Что значит Рим все время расширяется? Для Маккявелли это величайшая позиция, самая важная позиция. Потому что расширяясь, государство переосновывает само себя. Римляне все время придумывают новые порядки. Рим недолго был царством. Недолго был олигархатом под господством доцемвиров. Недолго был государством аристократии, достигнув смешанного режима. И каждый раз, когда римляне сталкивались с очередной проблемой, они изменялись. Они адаптировались. Они следовали времени. Но это следование, как вы знаете, в первую очередь и чаще всего было результатом случая, не результатом продумывания. Рим, следовательно, это ультимативный пример везения. Согласитесь? Странно. Макиавелли, как вы знаете, враг фортуны. Макиавелли собираются победить фортуну. И тем не менее, он полагается на Рим, который является ультимативным примером абсолютного везения на протяжении сотен лет? Что еще страннее? Так это то, что Макиавелли в рассуждениях о первой декаде Титоливия не ограничивается указанными датами. Он, естественно, говорит о превращении Рима в империю и о падении в империи. И мы узнаем страшные вещи. Рим разложился, потому что победил. Именно бесконечная экспансия Рима привела к его падению. Мы ожидали, что бесконечная экспансия это то, что остановит падение. Но Макиавелли говорит, нет. Как только римляне достигли определенной цели, как только государство расширилось настолько, что ему больше некого было бояться, Рим немедленно начал разлагаться. Более того, в разложении Рима участвуют те самые проблемы, которые не были решены с самого начала, так как Рим не имел совершенного основания. Рим, говорит Макиавелли, погубил земельный закон. Цезарь пришел к власти благодаря земельному закону. Но земельный закон был проблемой с самого основания республики. Ее просто не замечали очень долго, до Гракхов. А решилась она полным уничтожением этой самой республики. Что еще страшнее, Рим погубил свободу. Не только свою собственную римская свобода закончилась тиранией. Он погубил свободу в Европе на тысячу лет. Он всех сделал рабами. Почему же Рим может быть примером, если Рим оказался таким чудовищным, таким плохим? Подсказка этому... Подсказка в ответе на этот вопрос, конечно, заключается в том, о чем я уже говорил. А почему примером не может быть Венеция? Ведь Венеция абсолютно такая же, как и Спарта, но существует она сейчас. Восхваление Рима, следовательно, восхваление древности, следовательно, не абсолютно. Оно принадлежит времени, конкретному времени. Времени Никола Макеавелли. Макеавелли выбирает древность не как абсолют, но как противовес тому, против чего он борется. И это, конечно же, означает, что он не собирается никуда возвращаться. Или, если быть более точным, это, конечно же, означает, что возвращение – это всегда обновление. Это не возвращение назад. Обращение к примерам прошлого. Знание прошлого. Знание о прошлом. Может быть валидным только тогда, когда оно является знанием о вечном. Пример Рима, к которому мы никогда не вернемся, должен демонстрировать нам некоторые вечные истины, которые к Риму, как Риму, не относятся. Есть что-то вечное в этих циклах. Есть некий материал, материя, если хотите аристотельянский термин, которая не изменяется. И Макеавелли сходу нащупывает эту материю. Это люди. Или, если быть точнее, это человеческая природа. Первое, что мы должны знать о человеческой природе, первое, что мы должны понимать, если мы хотим решать человеческие проблемы, так это то, что в этой природе нет ничего, кроме человеческого. Для того, чтобы люди могли решать свои проблемы, человеческий материал не должен иметь в себе никаких чуждых ему элементов. И я проясню, если вы хотите. В человеке нет ничего божественного. Решение человеческих проблем принадлежит только людям, потому что они никак не связаны с Богом или богами. Что же мы видим, когда обращаем внимание на человеческий материал, выражаясь современным языком, языком, который вам знаком, потому что все мы находимся в состоянии умирающего либерализма, люди злы, люди плохи. Макеавелли формулирует это очень просто. Он говорит, люди поступают либо по собственному усмотрению, либо по необходимости. Когда они поступают по собственному усмотрению, когда у них есть свобода, они всегда выбирают самое плохое, что можно выбрать. Но когда они действуют по необходимости, тогда они вдруг демонстрируют доброту, демонстрируют хорошесть. Я неспроста называю две эти вещи отдельно, но мы об этом еще поговорим. Люди, говорит Макеавелли, всегда полны надежд. Они так склонны творить зло и делать плохие вещи, потому что они полны надежд. Мир видится им очень простым. Современность, в которой они находятся, ужасная штука. Она отвратительна, она жалка, она ничтожна. Прошлое здорово, прошлое хорошо. В частности, потому что оно не играет в нашей жизни никакой роли, и мы не можем до него дотянуться. Но будущее, будущее прекрасно. Вы видите здесь оба захода. И христианский, и златовечный. Но я также хочу обратить ваше внимание на то, что христианство работает в обе эти стороны. Прошлое человечество прекрасно. Мы вышли из рая. И будущее человечества прекрасно. Мы останемся в рае, пусть это будет и другой рай. Люди полны надежд, и потому, что они полны надежд, они все время хотят большего. Они все время надеются на то, что они что-то получат. И в этом смысле, когда люди остаются друг с другом наедине, они не производят ничего, кроме взаимного страха. Изначальная точка человечества это состояние абсолютного страха. Страха и связанной с ним необходимости, случайной необходимости, но тем не менее необходимости избавиться от этого страха. Если бы у людей в начале времен был выбор, они бы никогда не вышли из этого в кавычках естественного состояния. Но так как в естественном в кавычках состоянии они подчинены необходимости, они обязаны сделать что-то хорошее. И они создают государство. Государство необходимо для того, чтобы избавить людей от страха, но это первая точка, отправная точка его движения, а не его цель. Целью государства, как говорит нам Маккиавелли, является свобода и равенство. Или, напоминаю вам, свобода и справедливость. После создания государства страх перед необходимостью, который и подтолкнул людей к хорошему поступку, заменяется страхом перед законами и религией, созданными государством. Борьба с разложением, борьба с человеческим материалом, который, окажавшись в хорошем состоянии, в состоянии свободы, то есть выбора, немедленно начинает делать выбор в пользу деградации, это попытка создания новой необходимости. Новых порядков, которые бы принуждали человека быть хорошим, быть добрым. возвращая его обратно к тому состоянию, из которого он вышел, страха. Новый порядок всегда начинается одинаково. Но на чем же основана эта прекрасная штука, государство, штука, которая делает людей хорошими и не дает им снова стать такими, какими они являются, злыми и плохими? Маккиавелли не похож на идеалиста. Он говорит, хорошее войско возникает из хороших порядков, хорошие порядки из хорошего воспитания, хорошее воспитание из хороших законов, а хорошие законы из самых чудовищных вещей на свете. Например, убийство Рома Ламбрата или Лжи Нумы. Основание хороших вещей не полностью противоположны им. И это надо признать. И Маккиавелли признает это с одной единственной целью. Если раньше люди вышли из своего плохого состояния благодаря случаю, теперь знание об их природе позволит нам победить случай. Больше не рассчитывать на случай. Увидев, сколь большую роль случай сыграл в успехе Римской империи, мы должны сделать все для того, чтобы случай не играл никакой роли в наших будущих порядках. Государство создается людьми из страха. Но оно создается людьми с целью достижения двух вещей. Свободы и равенства. Или свободы и справедливости. Однако, исследуя это, Маккиавелли приходит к выводу о том, что, стремясь к свободе и справедливости, государство достигает прямо обратного. Оно достигает рабства и несправедливости. Что такое свобода? Маккиавелли не скрывает. Свобода это соединение власти и безопасности. Он говорит, очень часто люди принимают безопасность за свободу, но это большая ошибка. Это шаг к тирании. Свобода это соединение власти и безопасности. Но эти две вещи соединяются для государства только как безопасность, обусловленная властью над другими. Расширение империализм неизбежен. Государство, которое хочет достигнуть свободы, должно расширяться, оно должно порабощать. Но расширение неизбежно заканчивается. Однажды Римская империя стала настолько большой, что никто больше не мог ей угрожать. Она была свободна, потому что вся власть была в ее руках. И потому она перестала расширяться. Но как только она перестала расширяться, люди поняли, что безопасность может не соединяться с властью. Они достигли безопасности. Римляне перестали служить войске. Они перестали быть гражданами, солдатами. И в этот момент республика разлагается. Она превращается в империю. Не случайно, но неизбежно. Вечное расширение в успехе своем, попытка достичь свободы в успехе своем приводит к рабству. Что же касается справедливости, то тут все еще более страшно. В Риме, как вы знаете, никакого равенства нет. Уж точно нет экономического равенства. И как вы знаете, именно, как я уже говорил вам, именно отсутствие экономического равенства и уничтожает римскую свободу. Земельный закон. Макиавелли честно признает, равенство недостижимо, справедливость недостижима никогда. Но существует инструмент, который позволяет объяснить людям существующую несправедливость. Позволяет объяснить ее как правильную, хорошую и справедливую. Этот инструмент называется религия. Религия, следовательно, делает только одну вещь. Она делает людей хорошими, объясняя им, почему их положение правильное, почему оно справедливое, почему та ситуация неравенства, в которой они оказались, регламентирована богами. И более того, вторая функция религии это предсказание. Религия предсказывает успешность и неуспешность, то есть справедливость или несправедливость тех или иных действий. Сказав это, мы понимаем амбицию Макеавелли, новую амбицию. И это победа над фортуной, победа над случаем. Макеавелли не интересует ни Италия, ни слабость народов, циклы, ни в коем случае не должности. Его интересует возможность преодоления фортуны. В этом смысле Макеавелли оказывается защитником справедливости, ибо случай фортуна и есть высшая форма несправедливости. Тот, кто сумел преодолеть случай, тот сумел достичь справедливости в 100% случаях. Признание господства фортуны, признание господства случая вот что делает нас слабыми. Что говорят христиане? Весь мир состоит по плану Божьему. Весь мир это проведение. Проведение и есть случай, но они подчиняются случаю. Макеавелли восстает против случая, и в этом смысле он признает, что всякая религия всегда пыталась контролировать случай, контролируя то, что контролирует случай. Жертвы богам, способным изменить нашу судьбу, это попытка преодолеть случай с чужой помощью. Но это зависимость от чужой помощи делает нас слабыми. Тот, кто встает на коленки и молится, в 100% получает меч в глотку. Тот, кто берет меч в руки, еще может что-то сделать. В этом смысле Макеавелли, переламывая фортуну, пытается вернуть людям их силу обратно. Мы возвращаемся теперь к нашей триаде. И говорим себе, Макеавелли не собирается повернуть стрелку прогресса в сторону Золотого века. Это глупости. Он собирается использовать концепцию Золотого века, чтобы приземлить эту стрелку. Он собирается сделать людей снова верными земле. Его призыв будьте верны земле. Золотой век это всего лишь уловка, всего лишь инструмент. Но как только мы говорим о том, что это всего лишь инструмент, мы автоматом признаем нечто другое. А именно, что притворяясь пользователем традиции, абьюзером, выражаясь современным языком традиции, на самом деле Макеавелли следует традиции в максимальном возможном варианте этого следования. Макеавелли говорит нам о том, что мы должны вернуться к той точке, с которой начали древние. Древние являются создателем нового порядка с нуля. Они никого не копировали. Поэтому подлинное подражание древним, подлинный традиционализм выглядит как создание нового порядка с нуля. Подлинный традиционализм всегда революционен. Ибо древние никого не копировали, потому что им некого было копировать. И мы, если хотим быть традиционалистами, должны следовать их примеру, никого не копировать, но создавать нечто новое. Что же это за нечто новое? Макеавелли говорит, все просто, теперь, когда вы знаете мой замысел, вы видите, что у нас есть не две, три позиции. Есть те, кто верят в золотой век, и поэтому они слабы. Есть те, кто верят в бесконечный прогресс, и поэтому они слабы. Но есть любимая для Макеавелли срединная позиция между этими двумя экстренумами. Те, кто живут в настоящем, не в прошлом и не в будущем. Те, кто живут в настоящем, они следуют новым порядкам, потому что они используют новый образ мышления, самостоятельное мышление, если хотите. Говоря об иерархии основателей, Макеавелли располагает их следующим образом. На последнем месте располагаются ремесленники и создатели искусств. На месте выше располагаются создатели новых наук. На месте еще выше располагаются те, кто увеличил государство, ибо расширение это всегда создание нового. На месте еще выше находятся создатели государств. Но на первом месте находятся создатели религий, создатели новой веры. Амбиция Макиавелли предельно. Он не создатель государства. Он создатель новой веры. Помните, что должна делать религия? Религия должна объяснять неравенство или несправедливость, указывая или предвосхищая возможность успеха или неуспеха. Новая вера, вера в то, что вирту, доблесть, способна преодолеть фортуну, как раз и делает это. Она объясняет царящую в мире несправедливость. Если вы проиграли, то только потому, что вы недобродетельны, вы слабы. И она же дает предсказательную силу, объясняет будущее. Что мы должны сделать, чтобы обрести верту? Как ведут себя те, кто обладают верту, и как можно их скопировать? Более того, это новое учение освобождает силы человека, потому что оно говорит, что для того, чтобы быть успешным, не нужен кто-то другой. Не нужна помощь извне. Будь то божественная помощь или супер-божественная, божественная с большой буквы помощь. Нужна только наша собственная сила. В первую очередь, конечно, умственная сила. Сила духа, если хотите, потому что верту, это и есть сила духа. Более того, эта новая вера продвигает вперед и новую мораль. Христиане верят, что люди делятся на добрых и злых. Все люди хотят быть добрыми, но на самом деле зли. Макиавелли предлагает новое деление. Хороший плохой. Именно поэтому в государе возникают такие фигуры, как хороший убийца или хороший предатель. И одновременно Макиавелли прямо говорит, что тот, кто стремится быть добрым, на самом деле оказывается плохим. Плохой правитель это тот, кто держит свое слово. Плохой правитель это тот, кто говорит правду. Плохой правитель это тот, кто пытается помогать подданным тогда, когда этого делать не нужно. Новая модель принимает, не отвергает человеческую природу и ее злобу. И принимая ее, строит на ней. Именно это и гарантирует успех Макиавелли. Помните, в основе всего лежит страх перед другим человеком. Христианство призывает вас не бояться другого. Макиавелли говорит, нет, другой недобрый. В его глазах не отражаются глаза ангела, в его глазах горит огонь гиены. И в этом смысле страх, необходимый для создания новых порядков, страх, возвращающий нас в первую изначальную точку, позволяет нам эти новые порядки создать. Признание силы случая пугает людей не меньше, чем признание злобы других. Поэтому обещание способности преодолеть случай должно подтолкнуть людей следовать за Макиавелли. Так как люди поступают плохо по собственному выбору, но хорошо по необходимости, высший вид выбора заключается в выборе необходимости, а ультимативно и в создании необходимости. Создание необходимости маркирует победу над случаем, ибо до сих пор роль необходимости играл только случай. В этом смысле победа над случаем в своем полном проявлении, в своем предельном проявлении есть победа над материалом, победа над природой. Макиавелли говорит над человеческой природой. Его наследники говорят над всей природой. Макиавелли обещает нам следовательно возможность подчинения, возможность изменения природы. Новый образ мысли, который предлагает нам Николу Макиавелли, ультимативно означает новый образ Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова